Мою машину забирают за долг 48 рублей. По закону они не имеют права забирать имущество несоизмеримое с суммой задолженности. Битый час. Девушка пытается отставить машину у судебных приставов. Исполнители собираются увезти легковушку на штрафстоянку за долги. Водитель Екатерина противится. Из машины выходить не хочет. Напористости девушке можно позавидовать. Экс-участница скандального телепроекта сражается за автомобиль до последнего. Но представители власти побеждают. 26 декабря я вышла на работу. И тут же оплатила 20 тысяч рублей и 60 тысяч положенных. Мною задолженности. Все. Собственно говоря, не каждый месяц по 6 тысяч рублей, а единоразово 20 тысяч. Так и было запланировано. Так примерно расплачиваться и расплатиться за полгода. Потому что зарплаты у нас в городе Ярославль не по 50 тысяч рублей, чтобы я единоразово зарплату пошла и отдала. Машину собираются отправить на штрафстоянку. Тут появляется группа поддержки. Путь преграждает автомобиль с московскими номерами. Отстаивать нажито непосильным трудом приехал муж Екатерины с маленьким сыном. У амбразуры даже мать бывшей телезвезды. Даже когда им предложила, вот я сейчас приношу вам квитанцию, они сказали, мы все равно увезем. Должница длительное время не оплачивала страховые износы. Сумма долга составила 60 тысяч рублей. Судебные приставы установили расчетные счета, списали с них денежные средства. Однако остаточный долг до сих пор не покрытся, в связи с чем был произведен арест транспортного средства. Машину увезли на штрафстоянку. Хозяйка недовольна. Автомобиль на автоматической коробке. Он был погружен на эвакуатор, нарушая все правила. Во-первых, его просто затягивали, повредили автомобиль. Экс-участница популярного телепроекта теперь постоянно работает в частной фирме в Ярославле. Остатки долга Екатерина планирует погасить в ближайшее время. Юрий Кораблев, Георгий Колчин. Оперативное обещание.